Тем не менее, по городским дорогам транспорт ездит без проблем, а вот к уборке дворов, это обязанность управдомов, у ярославцев большие претензии. За последнюю неделю в муниципальную жилищную инспекцию поступило 250 жалоб, это рекордное количество. Столь активно горожане и управляющие компании прежде не жаловались. По всем обращениям идут проверки, на одной из них побывали и мои коллеги. При проверке уборки этого двора дома 76 по улице Большая Федоровская нашли нарушение. Придомовая территория почищена трактором, посыпана песком, но не везде. Сохранилась налить и колейность. Снег на тротуарах не убран под скребок. На все это управляющей организацией указала муниципальный жилищный инспектор. Жители всего города в настоящее время проявляют активность и желают жить в благоприятных и безопасных условиях. После снегопада в течение шести часов должен быть приведен в отлежащее состояние. То есть, если идет снегопад, дворник должен систематически и регулярно убирать двор. То есть, работы по благоустройству двора ведутся регулярно и систематически. То есть, запускать двор нельзя. Вы же себя в квартире убираете постоянно, а не ждете, когда скопится гора грязной посуды. Тут точно так же. Качественная уборка дворов – прямая обязанность управдомов. Они, собственно, за это и собирают деньги, причем немалые из жильцов. Вал жалоб в жилищную инспекцию – наглядное свидетельство того, насколько управляющие компании справляются со своими обязанностями. Как правило, управдомы активизируются лишь к приезду проверяющих. Городские власти настроены жестко. Компании должны либо научиться качественно работать, либо просто уйти с рынка. У некоторых компаний, обслуживающих сотни домов, нет ни своих дворников, ни техники для очистки дворов. Они предпочитают платить подрядчикам. Пробуждают сознательность у управдомов штрафами до 50 тысяч рублей за каждое нарушение и персональной ответственностью. Однако пока у горожан претензий остается много. На вопрос, какую бы оценку сами жильцы поставили за уборку, например, этого двора, прозвучали такие ответы. Убирают чисто вот только бы сделать работу. Даже элементарно стоит во дворе лавочка, убирая трактор с щеткой. И с щетки грязь вся летит на лавочку. То есть дальнейшие последствия уже это никого не касается. Ну, не знаю, мне кажется удовлетворительно. Мне кажется, нужен подход другой. Я понимаю, у людей заработная плата, наверное, небольшая. Но, наверное, все-таки как-то по-человечески нужно относиться. Трешку. Почему? Ну, потому что одни ямки. Двойка. Потому что, ну, допустим, не устраивает то, что проезжает трактор, который подметает улицы, и вся грязь летит в окна. Детскую площадку не убирают вообще. Снег с крыши не счищается. То есть он падает. Особенно ситуация была, когда была очень сильная оттепель. Вот мусор, допустим, в этом году поскребли листья с детской площадки. Их, значит, сделали кучей и оставили. Так их снегом и замело. Еще одна проблема этого двора. Большегрузы напрочь разбили асфальт. Образовались такие большие колдобины, которые с трудом преодолевают по льду и пешеходы, и автомобили. В условиях гололеда сюжет снимали Нина Свичникова, Игорь Мосин.